Все находится в технически исправном состоянии. Серьезных нареканий от жителей города не поступает. Как по давлению воды, так и по температурному режиму жалоб нет. О том, как в настоящее время обстоят дела, проинформировал директор Уваровского филиала Тамбовской сетевой компании Михаил Терехов. Конечно, итоги, как всегда, будут подводиться весной. И все же сейчас имеются веские доводы в пользу того, что отопительный сезон пройдет нормально. Ведь благодаря взаимодействию и сотрудничеству руководства сетевой компании и администрации города была проведена большая подготовительная работа. Это заменили 1300 метров теплотрасс. Это в общей сложности в городе заменили около 100 задвижек, запорной арматуры. Это очень много. Это очень большая работа коллектива у всего. Но я повторяю это все благодаря тому, что слаженная работа администрации, руководство компании. Очень здорово, конечно, помогает в этом. Глава города Александр Юрьевич Кузнецов, первый его заместитель Юрий Серафимович Кудрявцев. Контроль и, конечно, начальник отдела ЖКХ Мария Сергеевна нехорошего. Постоянный контроль с их стороны, в хорошем смысле контроль, позволил нам эту работу все сделать. Однако бывают и непредвиденные обстоятельства. Иногда проблемы возникают не из-за аварий на теплосети или поломки оборудования. Так, утром с воскресенья на понедельник произошел инцидент на котельной номер 2 первого микрорайона. Внезапно была прекращена подача газа. Умная автоматика сразу же отреагировала и зафиксировала сбой. Кто-то, неизвестно пока установленное лицо, перелезло через забор котельный и перекрыло вентиль газа, провода, который подает газ в котельную. Ну, я бы оценил это как диверсию. Люди или не понимали того, что творят и какие последствия могут быть, или сделаны просто со злости. Но я бы хотел предупредить, что, во-первых, служба безопасности компании сейчас работает, подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, то есть наша полиция начала следственные действия. И я надеюсь, что лицо, которое виновно в данном инциденте, будет установлено. Если это была шутка, то она обойдется дорого. По оценке специалистов, в данном случае убыток компании составил 100 тысяч рублей. Правовую же оценку содеянному определит законодательство. Следует отметить, благодаря тому, что работники ТСК и газовой службы сработали слаженно и оперативно, подача тепла в дома горожан была быстро возобновлена, и жителям не пришлось испытывать неудобств. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов. НашГород.